Друзья, по вашим, опять-таки, нечестным просьбам, перекрестные удары, тайминг мы разберем в следующих уроках. Сегодня посмотрим, какие варианты перекрестных ударов в боксе есть. У нас получилось их 4. 4 варианта. Смотрите, наш кросс мы отдельно снимали. Сейчас коротко остановимся. Под левой прямой, под левой прямой, у нас идет вот такое обрежающее движение. Оно идет на одном моменте, одновременно с левой левой. Раз, да, это удар кросс. Он является перекрестным, соответственно, от названия. Следующий вид перекрестного удара это оверхянг. Тоже самое от названия, это движение кулаком сверху. То есть локоть у нас уходит вообще в верхнюю точку и фактически сверху вниз мы пробиваем этот удар. Раз, сверху зашли. В височной области фактически может пробиваться. Следующий вариант работы кроссом и леверхендом я предлагаю делать с небольшим зависанием задержек. То есть мы ушли, увели корпус с прямой линией и немножко с небольшой задержкой бьем правый кросс. Раз ушли, соперник немножко зернул и отсюда пошла рука. То есть инерция у нас чёрточка. Раз, небольшая пауза. С левой руки мы можем работать также под переднюю руку, если говорим о правшей руке. Соответственно, перекрестный удар мы идем навстречу отсюда. Также крестом. Разное, что пробили. И отсюда продолжаем развивать вот так еще раз. Раз, через задушку. И под правую сильнейшую руку прошли. Да, удар пошел. То же самое. С крестом мы пробиваем чему-то руку. Еще разочек. Раз, пробили. И отсюда можно делать вот так. Еще разочек. Раз. Еще принципиальный момент в перекрестных ударах то, что мы бьем одновременно сюда. То есть под левую, например, под левую. Раз, это движение будет одновременно с ударом соперника. Под правую тоже самое. Одновременно с ударом. Все, спасибо.